Война полов Безусловно, война полов как-то сразу напрягает само же словосочетание, поскольку мы предполагаем, что это некая конфронтация между полами. Однако это совершенно не так. Но тем не менее, посмотрите, пожалуйста, какие мы с вами разные. И на нашей планете существующее человечество, оно в первую очередь, конечно, состоит и отличается своими гендерными отличиями. То есть мужской и женский пол – это, безусловно, наше человечество. И вот даже смотря на эту небольшую картинку, мы с вами можем увидеть, насколько действительно мы разные. Мы отличаемся и цветом кожи, отличаемся цветом волос, общими, так сказать, морфологическими признаками. Но тем не менее, мы представляем одно человечество. Но вот в этой связи мы задались одним вопросом. И не только я, и мои коллеги. Как так получилось, что вот явление так называемого полового деморфизма или раздельной полости существует не просто в природе, это основа существования любого вида, то есть основа относительно которого идет процесс восстановления численности любой популяции. И в этом отношении, конечно, раздельную полость мы свою взяли еще у своих предков. И в процессе эволюции человечества мы, как любое другое животное, прошу прощения, мы все-таки являемся животными. Наши корни именно исходят от класса млекопитающих. И бесспорно, наши предки – это приматы. Мы для себя взяли именно вот этот аспект. Раздельную полость человек сохранил. И слава богу, мужчина и женщина выполняют свою миссию. Если мы посмотрим на теоретические аспекты этого явления, как раздельная полость, вы знаете, что размножение у животных широко представлено. И в частности, у многих животных различие полов очевидно. Даже небольшие, скажем так, примеры, касаемые, предположим, некоторых животных, вам хорошо известно, например, как лев отличается от львицы, как отличаются, предположим, рогатые олени от своих бездругих самок и так далее. То есть это вполне закономерно и характерно для мира животных. И, конечно, самый важный момент – это, конечно, сам половой процесс. Безусловно, половой процесс происходит не только при раздельной полости. Это явление общебиологическое, это явление, которое определяет, собственно, жизнь. И в этом отношении мы должны посмотреть. Посмотрите, две клетки, сперматозоид и яйцеклетка, как основы нашей жизни, формируют зиготу и впоследствии образуется новое живое существо. И это законы нашей жизни. Но если мы обратимся к более последующим, скажем так, этапам развития человеческого, человека, то мы с вами увидим следующее. Например, ученые, многие наблюдения проводятся уже многие десятилетия, обратили внимание на то, что чаще всего самцы – более уязвимые существа. И если что-то происходит не совсем типичное в природе, если происходят какие-то изменения, большей части это затрагивает мужскую половину, скажем так, или половину популяции, которая составляет самцы. Самки в этом плане, как правило, более устойчивые существа. Если мы посмотрим на эти графики, где видно, что женский организм показан как раз на графике синим цветом, мы видим, что предел их, так сказать, колебаний, их возможностей, он значительно уже, но он значительно стабильнее. А вот мужские существа, самцы, как правило, это вот красный график мы видим, он более расплывчатый и график приспособлений, и поэтому мужские организмы всегда выходят за пределы критических воздействий. И тем самым появляются в той самой зоне, которая, как правило, является критической для жизни любого живого существа. Ну, если мы посмотрим, естественно, на самок, на женский организм, то мы увидим с вами, что женский пол, он является основным. Почему основным? Потому что именно стабильность женского пола, в том плане, что меньше всего женщины, женские организмы, в принципе, подвергаются каким-то опасностям, силу своей стабильности, они формируют вот эту вот основу нашего, скажем так, рода человеческого, и не только человеческого, но, в принципе, любого живого существа, где существует половой деморфизм. И, естественно, женщины, по сути дела, ответственны за то, чтобы популяция существовала, и то, что стабильность этой популяции зависит только от именно женского начала. О том, что женское начало является, в общем-то, определяющим, даже тот факт, например, при развитии нашего человеческого ребеночка, когда развивается в утробе матери, например, до определенного времени, как правило, до 20-25 недель, пол практически определяется как женский. И это иногда вводит некое замешательство, если смотрят на УЗИ, говорят, у вас будет девочка, а потом вдруг уделяются, вдруг рождается мальчик, если не было повторных снимков на УЗИ. Поэтому женский пол, повторяю еще раз, является определяющим. Далее, на это обстоятельство еще обращают внимание то, что, например, у многих животных, например, смотрите, вот на этой картинке мы видим с вами группу животных. Это утки и куры и так далее. Так вот, в большинстве своем молодые особи, развивающиеся молодые организмы, они большей частью похожи на самок. И вот в этой группе уток трудно определить, которая из них самка, а которая ее дети. И поэтому, несомненно, женский пол как бы предопределяет, собственно, то, что молодые организмы похожи на свою маму, и тем самым они, ну, скажем так, являются как бы повторением вот ее женского начала. То же самое касается и кур, кто держал когда-либо кур, те представляют, что цыплята в основном все сначала выглядят именно как молодые курочки. И только уже с определенным временем превращается в молодых петушков из-за роста гребешков и так далее. А вот теперь давайте посмотрим, посмотрим, как у нас выглядит. В данном случае вот перед вами два маленьких ребеночка, так, два замечательных существа, и трудно по ним сразу сходу сказать, кто из них мальчик, кто девочка. Но если бы я вас, так сказать, аудиторию спросил, кто это, чаще всего говорят, девочка это, по всей видимости, слева, а справа это мальчик. Ну, так оно и как бы и напрашивается по чисто, так сказать, внешним признакам. На самом деле, я раскрою секрет, как раз наоборот. Вот то, что мы видим справа, это девочка, а то, что слева, который вот с волосенками, это как раз мальчик. То есть, смотрите, в принципе, отличить даже маленького ребеночка, первоначально его пол, трудно, поскольку они, так сказать, как бы нивелированы вот некими, так сказать, обстоятельствами, потому что здесь женское начало как бы берет, так сказать, верх и так далее. Однако мы с вами знаем, что организм, в частности, у человека развивается, растет и так далее. И мы видим следующее обстоятельство. Я вам уже говорил в начале о том, что мужской организм в большей степени подвергается рискам. И вот на это обращает внимание тот факт, вот исследования социологические проводили и так далее. И известные эти факты уже многими специалистами изучены и так далее. Вот, например, на этом графике показана диаграмма, показывающая количество, скажем так, или соотношение мужского и женского пола. Если вы обратите внимание на левую половину составляющей нашего графика, то мы увидим, что мужской организм, мужчины, как правило, значительно уступают. В первую очередь, конечно, за счет большей смертности, более высокой смертности, женская половина в данном случае более стабильная, и они доживают более преклонные возрасты и так далее. И соотношение, видите, если на начальном этапе это было примерно 50 на 50, то уже, так сказать, с годами к старости, как правило, женщина значительно преобладает по своей численности практически во всей нашей человеческой популяции. Далее, еще такое немаловажное обстоятельство. Почему это происходит? Да именно потому, что мужской организм более уязвим, и вот даже, предположим, встреча всевозможных аномалий, мутаций и так далее, это больше с частью связано именно с мужским организмом. Мужчины, мальчики чаще всего проявляют различные формы аномалий, в том числе и различные мутации, это будут и генные мутации, и могут быть какие-то морфологические изменения. То есть в этом плане еще и еще раз можно повторить эту мысль. Мужской организм более уязвимый и в большей степени подвергается всевозможным воздействиям, которые могут изменить, скажем так, его, так сказать, состояние. И вот в этой связи, конечно же, вот этот вопрос относительно войны полов, он, так сказать, сам собой как бы напрашивается, как так получилось? Почему мужчина и женщина, произошедшие, собственно, от одного корня, мы с вами являемся представителем единственного, так сказать, в своем роде, хомо сапиенс представителями, и при этом мужчина и женщина настолько разительны, настолько они отличаются друг от друга. Ну вот, некие закономерности, связанные с женским организмом. При всей, так сказать, ее стабильности, вот, женский организм нацелен конкретно на продолжение рода, на, значит, направлен, и, так сказать, нацелен чисто биологически на воспроизводство. И в этой связи, конечно же, большая часть женской сущности, она как раз связана с тем, что женщина должна быть именно стабильной. Она не должна, она не должна подвергаться каким-либо экспериментам, природам и так далее. И в то же время есть вещи, которые достаточно, скажем так, ну, опасны для женщины. Ну, предположим, вот на этой картинке показано, что для женского организма очень характерна неустойчивость к неким вещам, которые совершенно, так сказать, не свойственны женскому организму, и, соответственно, она эти адаптации не приобрела в процессе своего, так сказать, становления как женщина-женщина и так далее. В эволюционном плане. Ну, в частности, например, ее уязвимость к алкоголю. Это уже давно выясненный факт о том, что женщины становятся алкоголиками значительно быстрее, и это, собственно, трагедия в некоторых семьях. К сожалению, такие явления имеют место в мире. И поэтому, безусловно, это, так сказать, некое предосережение для тех, кто, так сказать, вот считает, так сказать, это явление, ну, скажем так, безобидным. Далее, говоря о проявлениях каких-то изменениях в организме и так далее, тоже наблюдения ученых показали о том, что чаще всего вот эти аномалии, проявляющиеся, они проявляются, я уже сказал, большей частью у мужчин. И самое интересное, коллеги, вы знаете, что в основном женский и мужской организм отличаются чем? Вот если обобщить все наши, так сказать, аномальные проявления у человека, то мы увидим, все, что характерно для мужчин, как правило, это характерно для стареющего организма. Чаще всего мужчины, именно будучи еще молодыми, приобретают болезни, связанные с возрастом. Ну, в частности, например, тот же самый парадонтоз, например. Женщины как раз чаще всего, если и болеют, они чаще всего болеют, например, болезнями детского возраста. То есть, вот в этом плане еще раз подтверждается тот факт, что женщина как стабильное существо не должна, скажем, отходить от некого среднего стандарта, определяющий сущность женщины как составляющие, важные составляющие, необходимые для воспроизводства нашей, так сказать, нашей популяции. Далее, некие такие наблюдения проводились в некоторых, так сказать, странах и так далее. Ну, и, в принципе, это чисто бытовые даже наблюдения. Например, бытует мнение о том, что мальчики родятся больше тогда, когда происходят какие-то экстремальные ситуации, в частности, в период войны и так далее. Дело в том, что, в принципе, мальчики рождаются чуть-чуть их больше, чем девочек. Это однозначно. И только где-то к трем годам примерно выравнивается соотношение мальчиков и девочек. Вот. Здесь, конечно, надо немножечко подумать, потому что на этом мнении зачастую бытует мнение о том, что вот надо что-то конкретно там делать для того, чтобы родился мальчик или родилась девочка. Безусловно, когда мы говорим о стрессовой ситуации, связанной с войной, возможно, возможно, стрессовая ситуация и создает такие прецеденты, когда действительно рождение, как можно больше должно рождаться детей в принципе, это законы, связанные с более глубинными механизмами регуляции численности популяции. Вот. Я сейчас об этом не буду, так сказать, глубоко в это заходить, но вот некие наблюдения есть, якобы, если мы будем есть больше сладкого, или будет девочка, если будем соленые, то будет мальчик. Это только, так сказать, предположение, хотя они имеют отчасти уже некое, так сказать, и чисто научное объяснение. Ну и в этом плане, конечно, если мы с вами сейчас посмотрим на современного мужчину и современную женщину, мы с вами, безусловно, увидим, что отличие в первую очередь отличается не только чисто внешне, но и даже, так сказать, некие социальные, так сказать, функции мужского и женского организма, они однозначно, они четко определены, и мы в этом плане отличаем друг от друга. Так вот, если же мы заглянем в глубинные составляющие нашей раздельной полости, обратите внимание вот на этот небольшой, так сказать, рисунок, где показано вот крупным планом внизу в квадратиках, мы видим с вами хромосомы мужские и женские. Мы со школьной скамьи еще с вами помним о том, что пол определяется наличием хромосомы Х и хромосомы У. Если женский организм – это 2Х-хромосомы, мужской организм – это Х-У-хромосомы. Обратите внимание на размеры этих хромосом. Мы сразу же замечаем то, что У-хромосома значительно меньше, скажем так, чем ее пара хромосома Х. Х-хромосома в данном случае, как и У-хромосома, наоборот, она имеет те же самые гены, которые содержатся и в Х. Но уже при первом взгляде мы можем сразу сказать, простите, по всей видимости, возможности у Х-хромосомы значительно выше, хотя бы потому, что большее количество, больше объем и больше, так сказать, сама Х-хромосома, чем У. То есть в этом плане, видите, уже чисто биологически это отличие как бы заложено в нас чисто биологически. У-хромосома, она уже содержит в себе меньший, скажем так, потенциал возможностей, в первую очередь, связанных с различными адаптациями отсюда и уязвимость мужского организма. Посмотрим теперь на глубинные основы. То есть биологическую составляющую мы с вами увидели. Это факт. Теперь в процессе эволюции, как это все природа использовала для того, чтобы действительно воссоздать современного мужчину и женщину. То есть определить его гендерные отличия. Давайте вспомним нашу предысторию. Мы с вами берем начало от приматов. Это никто уже, так сказать, не смеет оспаривать. То есть это уже известный факт. И первые наши, так сказать, предки, ну, в частности, австралопитеки, где уже мы можем конкретно говорить, человечество идет по пути становления, именно Homo sapiens. Мы наблюдаем в первую очередь наших предковых форм в виде формы собирателей. Что это значит? Это значит, племя, стадо, я в данном случае могу использовать это определение, просто-напросто бродило в пределы своих, так сказать, своей территории, которая, кстати, жестко, так сказать, отстаивалась от своих, так сказать, конкурентов или своих соседей. И в период, так сказать, вот этого своего курсирования по своей территории, они собирали, подбирали все подряд. То есть это привело к чему? К тому, что люди-собиратели на своей территории ежедневно по несколько раз обходили ее и, по сути дела, ели все, что они могли найти. Безусловно, это были, конечно, фрукты, овощи какие-то, овощи, трудно сказать, ну, во всяком случае, какая-то растительная пища, то, что попадалось под руку. То есть в этом отношении не было, так сказать, каких-то особых условий для того, чтобы добыть эту, так сказать, пищу. Они ели все подряд. Попадались какие-то насекомые, червячки, в конце концов. Если это была рыба, рыбу хватали. Люди-собиратели, это полностью соответствовало то самому термину – собирательство. И, конечно, и собиратели, и мужчины, и женщины, в принципе, друг от друга не отличались. Не отличались, потому что, в принципе, это бы не было необходимости. Ну, вот перед вами небольшой калаш. Впереди мы видим с вами верхнюю часть тела и нижнюю часть тела людей той эпохи. В частности, это пятиконтроп. Сейчас же мы с вами, если посмотрим в целом на картинку, мы увидим, что перед вами все-таки это мужской и женский организм. То, что женщина беременна, и то, что она ожидает от ребенка, это однозначно. И в этом отношении, конечно же, мы с вами замечаем то, что это все-таки женщина. Но, тем не менее, если мы обратим в целом на конфигурацию, они друг от друга, по сути, не отличаются. И если бы женщина не имела, вот наглядно мы видим, живот, то есть она скоро должна родить, мы бы не узнали ее, глядя только на верхние части этой фотографии. То есть изменения чисто морфологические в то время были просто не нужны. И вот, конечно же, мы с вами, говоря уже о наших прародителях, должны вспомнить очень важный этап в истории человечества. На определенном этапе человечество почувствовало, что собирательство начинает, скажем так, хромать. В том плане, что не хватает просто источников. Как бы в теплых краях не было много круглогодичного полношения ягод, каких-то плодов и так далее, тем не менее, кризис, он назрел. И перед человечеством стал вопрос, что делать? Или мы продолжаем существовать, надо что-то изменить в себе. А что изменить в себе? Это найти новые источники для своего пропитания, в первую очередь. И вот тут как раз самый переломный момент, когда мы перешли к охоте, считается тем самым важной чертой, когда человек-собиратель в конечном счете превратился в человека-охотника. И вот этот этап, этот важный момент, он как раз является определяющим и при возникновении, и формировании гендерных отличий. Что такое охота? Охота, естественно, у древнейших людей, в частности у архантропов, это, конечно, очень активные действия, направленные на то, чтобы, так сказать, добыть какую-то крупную добычу, за счет чего племя могло прожить достаточно длительное время. И в этом отношении, конечно, охота, в первую очередь, она была предопределена вот именно отсутствием корма, питания. Конечно, на охоту могли пойти все, и так оно, вероятно, и было. На первых этапах даже женщины, вероятно, ходили, помогали охотникам добывать вот крупную добычу. Однако, вы прекрасно понимаете, что охота, это все-таки, во-первых, это и риск, это нужна и сила, и ловкость, другие, так сказать, такие мужественные качества. И, конечно, в целом охота стала приоритетным, так сказать, родом деятельности именно для мужской половины. Женская половина. К этому моменту, как правило, это уже известные факты, человечество освоило огонь. И жили практически своими племенами в пещерах. И, несомненно, поддержание огня требовало постоянно участия здесь кого-то. Ну, в данном случае, женская половина взяла на себя вот эту, так сказать, миссию поддержания домашнего очага, образно говоря, можно сказать. Потому что огонь надо было все время, так сказать, поддерживать, нужно было собирать ветошь и так далее. Ну, и, соответственно, это огонь еще давал и тепло, и свет, и так далее. В пещерах это было, безусловно, плюсом. И поэтому вот на этом начальном этапе, когда человечество перешло к охоте, мы с вами видим, как разделилась социальная функция мужчины и женщины. Мужчина стал охотником, женщина стала хранительницей очага. Посмотрите, пожалуйста, какие моменты, вернее, какие характеристики, какие особенности мужчины и женщины предопределили и в конечном счете развили те или иные качества того или иного участника событий того времени. Для охотника это, несомненно, нужна была сила, это должна была быть ловкость, скорость, это все требовалось при добыче, так сказать, любой. Это, в конце концов, это способствовало и защитным свойствам, скажем так, организма, потому что если ты сам не догнал, хотя бы можешь убежать, обладая физической силой и, так сказать, ловкостью и так далее. Несомненно, это и отвага. Это еще требовало от охотников достаточно серьезной сосредоточенности. Поэтому охотники не болтали много. Вот, то есть они были немногословны. И вот такие качества, они постепенно, так сказать, формировали у них именно добытчиков охотника, который мог пойти, значит, за пределы своего племени, добраться до какого-то места, добыть какую-то добычу, ее, естественно, привезти в стойбище и тем самым поддержать, значит, свое племя, в первую очередь, за счет корма и так далее. И, конечно же, вот это, вот эти качества охотника, они, несомненно, постепенно развивались и совершенствовались. Для женщины, соответственно, функцией заключалось, в первую очередь, это поддержание огня, уход за детьми. Дело в том, что мы сейчас, когда в наших молодых семьях, там, предположим, рожают двух-трех, а если уж четыре, это уже вообще герои и так далее, большей частью количество детей исчисляется, ну, хватит пальцев одной руки, скажем так. Но в то время была ситуация совершенно иная. Женщины практически, большей части, всегда находились в детеродном возрасте, находились всегда в состоянии беременности. Это было обусловлено тем, что нужно было племя свое, так сказать, поддерживать эту численность. И, конечно же, женщины, постоянно рожая, тем самым поддерживали численность этой популяции. Смертность детей была чрезвычайно высокая. Умирали дети, соответственно, женщина приносила другого ребенка на следующий год и так далее. И поэтому она, конечно, не могла активно двигаться, активно охотиться, во всяком случае, так сказать, будучи уже на поздних сроках беременности. И поэтому она, около огня всегда, около нее было множество детей. Рядом еще были старики, которые были уже немощные, были раненые мужчины, которые приходили с охоты. Это опасное, так сказать, занятие, не всегда здоровыми. И вот это, естественно, женщину объединяло, вот, так сказать, в некое, так сказать, сообщество женское в пределах этой пещеры, где она постоянно контактировала с большим количеством людей. И тем самым в ней должны были быть развиты качества, такие как общительность, это неизбежно. То, что она постоянно была в поле, так сказать, зрения многих, так сказать, своих соплеменников, она в то же время должна была проявлять в определенной степени и осторожность. Тут же чувствуется, что она обладала и состраданием, потому что больные, немощные там, соплеменники были и так далее. Вот эти качества именно как хранительница очага в принципе получили развитие именно на ранних этапах становления. Если мы с вами посмотрим на современных мужчин и женщин, вот я вашему вниманию предоставил небольшую таблицу, где мы можем увидеть наши основные качества. Если бы мы с вами не говорили предварительно о том, чем должен обладать охотник или, предположим, охранительница очага, будучи в пещерах и так далее, можно было бы перечислить вот эти же самые качества и для современного человека и обратить внимание, многие из них они очень даже согласуются с теми навыками, которые человек, в данном случае мужчина и женщина, приобрели в период становления их как мужчины и женщины в полном понимании. Итак, эти приобретения, скажем так, поведенческие, они не могли не сказаться, естественно, на многих сторонах сущности человека. В первую очередь, это, конечно, мускулатура. Если мы с вами посмотрим на фигуру мужчины и женщины, бесспорно, мы с вами находим достаточно разительные отличия. То есть, такое вот перевернутая трапеция мужская фигура, скажем так, более широкие плечи, более узкий таз, крепкие ноги, руки и так далее. И гитарообразные, скажем так, дамы меня простят, форма женской фигуры. И это тоже не случайно. Когда это сформировалось? Вот если бы я вас вернул к тем самым картинкам, когда мы с вами видели похожего друг на друга австралопитека, мужчины и женщины, или неандертальцев, даже, предположим, даже там уже, так сказать, они видны отличия, но еще не столь разительные. Так вот, смотрите, для мужской формы, скажем так, его тела, естественно, за счет формирования тех или иных групп мышц, которые были необходимы именно охотнику. Мы только что говорили, мужчина должен был обладать силой, силой рук, силой ног, естественно, и вот плечевой и тазовый пояс, это, так сказать, сделали свое дело, крепкие руки, ноги. Так, женщина, поскольку ей не требовалось большие какие-то совершать перемещения, таскать какие-то большие грузы, скажем так, ходить на охоту в большом, в конечном счете, естественно, она была направлена, в первую очередь, мы говорили, на рождение, воспитание детей. И вот широкий таз как раз позволял это делать. То есть широкий таз так или иначе предопределял возможность женщин родить нормальное ребенка и его самое главное выносить и родить. Вот, и это было очень важным. И по всей видимости, эволюционный процесс подхватил вот эти важные качества, необходимые в первую очередь для женщины, для того, чтобы она, как хранительница очага с одной стороны, а с другой стороны, способствовала постоянному воспроизводству численности в своем, так сказать, племени. То есть морфологические особенности это в первую очередь. То, что мужчина стал сильным и форма его тела была именно привязана к развитию, в первую очередь, мускулатуры, предопределило и последствия его статус мужчины как таковой для современного человечества. Мужчина это как раз человек, который обладает физической силой и, соответственно, все профессии, которые связаны какими-то силовыми, так сказать, усилиями, нагрузками, как правило, это мужские профессии. Я думаю, каждый из вас согласится, что и воинство, и, так сказать, другие профессии опасные, они, как правило, всегда связаны именно вот с такими явлениями. Женские профессии, как правило, опять-таки связаны или с обучением, или с брачеванием, или какие-то лицедействия. Это тоже бесспорно. То есть эти вещи тоже они получили свое развитие. Я сейчас об этом тоже скажу. Ну, например, учительство. Да, надо сразу отметить, кстати. Ну, например, само понятие, как учительство, оно изначально было, ну, здесь, если сказать, изобретено мужской половиной. Ну, в частности, например, в стойбище оставались старые пожилые соплеменники, которым, ну, я не скажу, что им делать было нечего, но одной из функций именно этих пожилых мужчин, пожилых людей, в принципе, именно было обучение молодых детей, которых было огромное количество в пещере там, в стойбище и так далее. Впоследствии, естественно, учительство постепенно, оно, так сказать, перешло к женщинам, и женщины свои функции начали выполнять в полном объеме. Ну, даже тот сам факт, что большая часть педагогов в современной школе, это все-таки женская, так сказать, пререгатива, это бесспорно. Ну, и, конечно, врачевание. Кстати, насчет врачевания, хочу сказать, что врачевание, в принципе, тоже было изобретением мужской половины человечества, потому что первые врачеватели, это были шаманы, это были, так сказать, ну, колдуны, я не знаю, как это назвать, шаманы в данном случае, более удачное выражение, скажем так, они бесспорно своими, так сказать, действиями, и причем они обладали именно теми качествами, которые характерны для врачевателя. Они знали свойства некоторых трав, знали, как и что приложить, и что можно дать выпить, и так далее. Понятно, это добывалось горьким опытом, потому что не всегда были удачные эти эксперименты, со временем, опять-таки, мужская половина со временем уступила это врачам. Ну, во всяком случае, большая часть основных врачей общей практики, то есть, те непосредственные терапевты, которые обслуживают наши семьи, приходят к нам, помогают нам во всех отношениях, это врачи, как правило, в основном, женщины. Ну, во всяком случае, я и свой жизненный опыт, могу сказать, я ни разу не видел, чтобы ко мне домой, когда была необходимость мне или моим близким, чтобы приходил мужчина-терапевт. В основном, мужчина-терапевты у нас более узкие специалисты, более, так сказать, работы выполняют, где вот техническое оснащение какое-то есть и так далее. Ну, и, конечно, актерское искусство. В этом плане, бесспорно, актерское искусство, тоже, я думаю, вы не будете возражать, это тоже было изобретением мужской половины. То есть, посмотрите, когда в племя возвращались мужчины, несомненно, это был своего рода праздник, это бесспорно, потому что мужчины приносили с собой добычу, они кормили свое, так сказать, племя, они были героями, и, конечно, каждый мужчина хотел показать свою доблесть, что именно он победил, там, добыл кого-то и так далее в схватке, там, со зверем диким и так далее. И, конечно, вот этот эмоциональный всплеск, он, так сказать, присутствовал, и надо было как-то это еще и, скажем так, показать на публику. Ну, публика это кто? Это те, кто были в стойбище, в первую очередь женщины. И вот эти действия, танцы, вот, которые характеризовали доблесть и показывали, так сказать, те моменты, связанные с охотой, там, имитацией каких-то там движений, все это, несомненно, мужчины изобрели вот именно на той этапе нашей истории. Сейчас актерство, я не скажу, что мужчин у нас меньше, сейчас у нас, наверное, где-то примерно половина, но, тем не менее, мужчины долгое время еще преобладали, будучи даже, когда получили развитие, получил развитие театральное искусство. И вы прекрасно знаете, что во многих странах достаточно долго, вплоть до 17-18 веков, в театрах мужчины, актеры доисполняли женские роли, то есть женщины не допускали до такого, так сказать, лицедейства. Вот, ну, впоследствии, естественно, ситуация изменилась, сейчас у нас актрис красивых очень много на наших экранах. Ну, и вот, говоря о профессиях последнего времени, вот, есть профессии, которые являются сугубо мужскими, вот, начиная от космонавтов и, так сказать, военных, и заканчивая даже рубчиком мяса. Вот, поверьте, рубчик мяса сугубо мужская, правда, вот, в моей жизни пришлось один раз столкнуться с ситуацией, я увидел на рынке женщину, достаточно крепкую, вот, ну, вероятно, это все-таки редкое исключение, поскольку наше все-таки законодательство в этом плане ограничивает, есть конкретный, так сказать, перечень профессий, куда женщин просто-напросто не допускают, ну, в силу того, что это слишком, так сказать, профессии, связанные с физическими нагрузками, с рисками, а женщин все-таки мы с вами должны беречь. И вот, теперь, обращаясь уже теперь, когда мы говорим о современном человеке, давайте обратим внимание на такой аспект, как речь человека. Несомненно, речь человека и вообще, в принципе, речь, это приобретение человечества. Вы знаете, что все животные общаются друг с другом, обладая какой-то сигнальной системой или внешним поведением, или какими-то звуками. Даже, так сказать, окраска там, оперения или шерсти определенных участков шерстного покрова, это является сигналом, знаком для, так сказать, для соплеменников. А вот, что касается человека, мы с вами обрели речь. Речь, действительно, человек, и речь, это, так сказать, понятие равное. Больше ни одного живого существа нет, которое обладало бы членораздельной речью. То есть, слово, которое мы воспроизводим, вкладывается определенный смысл, что не характерно для животных. Ну, например, мы знаем попугая, и там даже ворона может воспроизводить многие звуки и так далее, но при этом они не вкладывают туда какой-то определенный смысл. У нас совершенно, так сказать, иное. И в этом плане, конечно, речь получила развитие одновременно, естественно, у всех, и у мужчин, и у женщин на этапе охоты, но есть одно важное обстоятельство. Опять-таки, посмотрите, пожалуйста, вот на эти картинки. Дело в том, что мужчина-охотник, он уходил на охоту не на один час, не на два часа, не на один день. И стобище мужчины, то есть, мужская половина племени уходила на длительное время. И они, когда вернутся, это было неизвестно. И вообще, кто-нибудь вернется или нет. То есть, было очень много рисков. И в этом плане, когда мужчины уходили на охоту, несомненно, они друг с другом должны были как-то общаться. И вот тут эти коммуникативные, так сказать, свойства людей с помощью слова, с помощью речи, они начали формироваться по конкретному направлению, пути. Мужчине должен был в большей степени молчать. Почему молчать? Для того, чтобы, так сказать, не спугнуть потенциальную добычу и тем самым не остаться без охотничьего трофея. Соответственно, они шли, как правило, молча, без лишних эмоций и так далее. Ну, представьте, например, идут мужчины на охоту, пробираются через какие-то там кустарники и так далее в поиске своей добычи и друг перед другом начнут перед другом хвастать. А ты помнишь там мутный глаз, вчера какая была там заря там или какой-то восход на берегу реки такой, а какие цветы там рыбалагухали. То есть это совершенно не нужно и абсолютно не свойственно было мужскому организму. Они шли молча. Но вы скажете, ну как же охота? Там требуется очень четкая координация. Да, вот этот момент как раз является важнейшим, потому что у мужчин выработался язык жестов. Вот тот самый язык жестов, который сейчас очень активно используется в армии. Вот кто служил в армии, это прекрасно знают. Вот я тоже помню прекрасно вот эти команды, которым нас учили наши офицеры и так далее. То есть да, они в принципе в нашем обиходе иногда встречаются. Вы прекрасно знаете многие вещи. Вот, например, вот это движение вам характерно известно. Это стой, да? Понятно. Стоять на месте. Вот. Другие. То есть в этом плане, конечно же, жестикуляция, оно имеет место и у женской половины. Но поверьте, вот понаблюдайте просто-напросто, мужчины в этом плане значительно чаще используют всевозможную жестикуляцию, чем женская половина. Ну, у женщин может быть, ну вот этот знак хорошо известный нам, да, то есть когда мы с чем-то соглашаемся или, так сказать, высказываем свое, так сказать, особое расположение к сказанному и так далее. Вот не более того. То есть язык жестов это стал язык мужчин и он сопровождался на фоне, естественно, малословности, немногословности в речи. Обратимся теперь, как формировалась речь женщины. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту картинку. Когда женщины общаются друг с другом, вот если мы понаблюдаем, вот я мужчин призываю к этому, если мы наблюдаем за ними, мы увидим, что женщины всегда очень эмоциональны в принципе в своей речи. Они постоянно говорят в каких-то своих ощущениях. Вот эта эмоциональная составляющая женской речи, она отмечена уже давно. Об этом говорю не я, об этом говорят наблюдения социологов, специалистов и так далее, которые изучали вот эти психологические, так сказать, свойства мужчин и женщин, в частности, и речи. Женщины очень часто используют прилагательные, они любят приукрашивать, они вставляют специальные, так сказать, вставки личностного характера и так далее, там, типа выражения, ну вот, например, из речи мужчины в речи мужчины вы никогда не услышите, там, предположим, выражение типа такого «я был потрясен», «я был просто, так сказать, шокирован», ну, так далее. То есть, вот такие вот восхваляющие некие эпитеты, да, это очень характерно для именно женской речи, потому что женщина, вспомним мы с вами наши истоки, женщина, будучи в пещере, она должна была все время быть в центре внимания всего ее сообщества, она одновременно должна была говорить и с ребеночком, какие-то сигналы подавать, тут рядом больной издает какие-то стоны, нужно бегом подойти, что-то там помочь и так далее, рядом еще ее соплеменницы, которые постоянно что-то спрашивали, вероятно, они все время были на чеку, потому что были еще хищники, мужчин-то не было, по сути, здоровых, соблезубые тигры или другие хищники могли утащить любого из, так сказать, соплеменниц и так далее, поэтому они еще следили и за этим. Вот такая вот многофункциональность в пределах этой бещеры неизбежно приводила к тому, что они должны были работать, скажем так, на несколько вот таких коммуникативных направлений и так далее. А как говорят женщины по телефону? Вы знаете, об этом можно говорить вечно, и такие наблюдения есть и так далее. Ну, я тут позволю себе привести пример из своей собственной семьи, предположим, когда, например, жена разговаривает по телефону с сестрой там или с мамой, когда разговаривала и так далее, то есть, неважно с кем, она всегда там начинает рассказывать, вот что она сегодня видела, вот там родственников каких-то вспомнили, как она там где-то воспитывает, кто-то куда-то ездил, а вот я купила вот такую кофточку, вот тебе тоже подойдет. То есть, разговор идет постоянно вот на личностных каких-то, на собственных каких-то переживаниях, фактах и так далее. Вот. Другой разговор, который подслушала как раз наоборот моя супруга, и потом мне это, так сказать, воспроизвела. Ты разговариваешь с мамой, разговариваешь с ней, так сказать, один раз в день, вот. За весь свой разговор ты произведет буквально четыре слова. Четыре слова. Я внимательно слушал. Мама мне все рассказывает сама. Я ей сказал, да, да, хорошо, спасибо, все нормально. Все. Весь разговор мой вот в этом, оказывается, и состоял. Я этого не обращал, на это внимание. Но сейчас я, конечно, стараюсь как-то исправиться, да, вношу, так сказать, некую, так сказать, некие такие личностные моменты, чтобы было приятно пожилой женщине там. Вот. Но, тем не менее, речь мужчины и женщины, она бесспорно отличается. Поэтому это опять нам пришло оттуда, от наших предков. И, несомненно, это, конечно, имеет значение вот сейчас. Это, оно проявляется в большей степени. Я уже сказал о том, что женский организм, он как бы многоканальный. Женщина может одновременно делать много, все и так далее. И опять переведу пример из жизни. Я остановил автомобиль на светофоре, и рядом со мной, не пропорка, остановился тоже на светофоре женщины. Я бросил на нее взгляд буквально пару секунд, и увидел следующую картину. Она вот так вот, зажимая свою, то есть, телефонную трубку, общалась с кем-то очень активно, одновременно, одну руку держала баранку, автомобиля своего, а правой рукой, смотря в зеркало, подводила веки или ресницы, ну, я не знаю, что-то там, какой-то, так сказать, манипуляция по поводу ее красоты осуществляла. То есть, одновременно, она три совершенно разные функции умудрялась выполнять, и при этом, я молил Богу, Господи, лишь бы она, так сказать, свое внимание не потеряла к дороге, это самое главное, но я посмотрел, она постоянно, в общем-то, от зеркала все время падает взгляд и на, значит, на дорогу, и как только зеленый свет зажегся, и она практически вместе со мной сдвинулась с места. То есть, в этом плане, женщина в этом плане обладает большими возможностями, вот обладает таким образом. Мужчина в этом плане, конечно, значительно уступает. Ну, приведем пример, вот я обращаюсь к мужской половине и так далее, ну, чисто семейные, так сказать, тоже бытовые, так сказать, наблюдения. Я сижу, смотрю, естественно, свой замечательный сериал, или там, кто-то мужчина смотрит хоккейный матч и так далее, и тебе жена говорит, вот, осталось 10 минут, иди бегом, сбегай за хлебом, у нас нет хлеба на завтрашнее утро. Мужчина, его реакции, как правило, всегда бывает такая, сейчас, или скажет, или вообще промолчит, ждет, когда второй раз ему напомнят, иди, встань, там, мусор выброси, все что угодно, ребенка посмотри в конце, сначала сейчас, потом, значит, недовольство, ну, что, сейчас будет реклама, я пойду сделаю все как надо и так далее. Мужчина в этом плане не терпит постоянно вот это вот общение, он не сможет одновременно, скажем так, делать и то, и это. Его это раздражает, потому что его сознание, как правило, направлено что-то одно конкретное, наиболее значимое в данную минуту. Для охотника это было именно очень важно, именно потому что вся его, так сказать, сущность была направлена, нацелена на добычу. Ну, и говоря о, значит, мужчина и женщина, естественно, хочется сказать еще некоторые, так сказать, заметки, ну, наблюдения, скажем так, они сколько не мои. Мы говорим о женском и мужском организме, да, прости от меня женская половина, вот тут я, конечно, так сказать, показал змеиный клубок и так далее, вот, но в этом есть некий, так сказать, определенный смысл. Ну, в частности, известно, что чисто женские коллективы, к сожалению, это, говорю не я, это говорят о наблюдении, социологи, психологи и так далее, не всегда там бывает очень гладко и очень, так сказать, ну, если у вас, так сказать, на этот счет есть свое мнение, конечно, я только буду рад. Вот, мужской организм, мужские коллективы, как правило, более стабильные, более устойчивые и так далее, поскольку там всегда, так сказать, нацелены на результат, связанный с работой. Я не говорю, что женщины о работе не думают, а думают только там о нарядах и прочее. Нет, нет, упаси Боже, у нас очень много людей и того и иного пола, которые могут как раз совершенно противоположные, так сказать, картинки показывать. Ну, и говоря об этом, хочу, так сказать, успокоить и нашу женскую половину, о том, что большее количество мужчин, которые, скажем так, обладают недалеким умом, всякими проявлениями там, аномалиями в нервной системе, дебилизм, в конце концов, и прочее, это присуще в основном именно мужской половине. Женская половина, слава богу, природа вас от этого оградила. Ну, и говоря о мужчинах и женщинах современных, того, что мы сейчас с вами представляем, вот, посмотрите, типичные картинки. Мужчины очень любят формировать свои мужские компании, ну, мальчишники, образно говоря, да, вот. Откуда это взялось? Именно это берет начало, опять-таки, от наших предков. Вспомните, опять напоминаю вам, охотники уходили на охоту, они уходили на длительное время, чисто мужской компании, они должны были конкретно заниматься каким-то конкретным делом, их объединяло одно что-то, то есть добыча пищи, плюс к этому мужчина еще всегда должен был полагаться на своего соседа, на своего соплеменника, который в нужной минуте его и спасет. И это, несомненно, вот это вот мужское единство, мужское, так сказать, дружбу, оно именно формировалось вот в этих условиях. И, конечно же, вот современный мужчина, когда он хочет, скажем так, уединиться, конечно, он не преследует цель, что вместе пойдем там на охоту или еще что-то так далее. Но вот эта вот мужская, так сказать, мальчишняка, эта тусовка, она нужна, в принципе, мужскому организму, потому что уже внутри исторически сложилось. Мужчины требуют вот того, чтобы вот эта вот составляющая была, чтобы в своем кругу они говорили о своих доблестях, о своих победах, о своих достижениях и так далее. Это нужно для самоутверждения в этом коллективе, чисто сугубо мужскому, который, так сказать, основан, так сказать, в первую очередь на каких-то общих целях и так далее. И поэтому в этом отношении спорт сделал свое дело. Большая часть сторонников, приверженцев именно спорта, болельщиков, это, несомненно, мужчины, где как раз мужчины в таком коллективе, таких же единомышленников, могут заниматься, скажем так, любимым делом, то есть созерцать какое-то действие, и при этом еще они общаются со своими, так сказать, друзьями, коллегами, которые такие же болельщики, как он сам и так далее. Вот оно, то самое единение, то есть там и мужская дружба, вот в этом и заложено. Ну и даже, даже элементарные, вот эти вот банные, так сказать, эпопеи, связанные там с походом, там сауну, чисто мужской компании, вот, они тоже повязаны именно вот со всеми этими, так сказать, делами. Следующий момент, коллеги, это болезнь, вот на чем я хотел бы обратить наше внимание. Когда я говорю о болезнях, и то, как болеют мужчина и женщина, здесь надо говорить сразу, болезнь мужчин, это особая история. Хочу обратить внимание, что мужчины болеют, во-первых, чаще, это бесспорно, женщины болеют значительно реже, мужчина болеет значительно дольше, дольше не потому, что он слабее, может быть, он и сильнее, но тут вклинивается другое обстоятельство. Дело в том, что мужчина, будучи больным, ведь он защитник, он обеспечивает семью, и вдруг его нет, он болеет, надо его поставить на ноги, поэтому все домочадцы к нему будут подходить и говорить, дорогой, может быть, тебе вот это принести, вот давай вот это вот скушай, вот давай вот сприляг, вот так далее, вот это прими, пожалуйста, дети прибегут к тебе, каждый раз тебе говорит папочка, как ты себя чувствуешь и так далее, то подойдут тебе головку погладят, то есть в этом плане одеяльце себе прикроет и так далее. В этом плане для мужчины болезнь это как раз тот период, когда он находится в центре особого внимания, и ему, если хотите, даже это нравится. То есть это как раз тот самый случай, когда ты находишь, вернее, ты ощущаешь полный объем внимания к своей персоне. А что еще нам, мужчинам нужно, когда такое внимание есть? И, несомненно, никому не хочет так быстро, так сказать, выздороветь, если, так сказать, эта болезнь, понятное дело, не очень серьезная. У женщины просто нет на это времени. Она прекрасно понимает, что если она сегодня разболеется и так далее, то завтра кто будет готовить завтрак, так, кто будет детей водить туда-сюда и так далее. То есть в этом плане у нее просто нет времени и она не может сидеть или лежать там больной в течение недели и так далее, охоть и ахоть. Поэтому женщины, во-первых, повторяю еще раз, меньше болеют, во-вторых, они болеют значительно легче и последний момент, то, что у них просто нет на то времени. Теперь обратим внимание на следующее обстоятельство. Женщина в силу своих корней, связанных с ее пребыванием в пещерах и так далее, сформировала следующий аспект. У женщин слабее работает вестибулярный аппарат. Я не говорю о спортсменах, циркачках и так далее. В целом у женщин значительно слабее. По этой причине женщины часто испытывают некий дискомфорт во время качки, летя в самолете, предположим, или даже сидят в автомобиле на заднем сидении, уже некоторым женщинам приходится пересиливать некое неудобство. Ее тошнить начинает, кружится голова и так далее. И если вы обратите внимание, в транспорте, как правило, впереди всегда сидят женщины. Именно в силу того, что сзади тряска, сзади там постоянно качает, и там, как правило, в большей части мужская половина располагается и так далее. Далее. Женщины очень эмоциональны, и в этом отношении, конечно, их эмоциональность, так сказать, ну, порой, так сказать, показывают такие примеры, ну, переходов от одного эмоционального состояния на другое, но в этом их спасение. Откуда это пришло? Это опять пришло оттуда, оттуда, из наших корней. Потому что мы помним с вами, ребеночка надо погладить, того надо, так сказать, пресечь, здесь надо строго посмотреть на кого-то и так далее. Вот оно неизбежно, постепенно это и формировалось. То есть вот этот эмоциональный фон, он менялся ежесекундно, можно сказать, будучи, находясь вот в тех условиях. Понятно, сейчас пещер нет, сейчас не нужно, так сказать, смидеть, чтобы там саблезубый тигр не подкрался, или старик больной лежит перед тобой и так далее, и дети куча. Вот, сейчас условия другие. Но, наши, так сказать, вот эти вот повадки, они в нас сохранились, и они остались. Остались. Ну, вот, я недавно наблюдал картинку, значит, по телевизору, значит, какой-то фильм показывали, и там как раз главная героиня, значит, жалуется своей подруге там на свою горькую судьбу, вот у нее, то она прям плачет, слезы у нее, там она, значит, вся вот на нервах вот из-за этой ситуации. И вдруг какой-то там шум, стук где-то в стороне, у женщины совершенно меняется мимика, совершенно меняется, так сказать, ее лицо, она поворачивается и говорит громким голосом, ну, кто там шастает, сейчас выйду, дам полбу, ну, что-то в этом духе. То есть, после того, как все утихло, она опять-таки обращается к своей подруге и опять продолжает, так сказать, эмоционально высказывать в своей печали горесть. То есть, вот этот вот перепад, перепад эмоций, так сказать, женщина может осуществлять в зависимости от конкретной ситуации в течение, не то что дня, в течение считанных, так сказать, минут, сплошь и рядом вот такие картинки наблюдают. Это, конечно, для женщины это некое, так сказать, эмоциональный вот этот вот выход, это ее защита. Я вам говорил о том, что женщина стабильное существо. Именно по этой причине. Поэтому, если женщина плачет, а ей нужно сплакнуть, бывают у нас ситуации не всегда самые радостные и так далее, именно сплакнуть. Мужчины в этом плане себя губят именно тем, что они не могут это все вот так вот эмоционально выразить и так далее. Понятно, если какое-то несчастье, горе, у мужчины там в душе, понятно, там у него все сжалось и так далее. Но адреналин, тот, который в крови, он не всегда, он не всегда, в принципе, тебе, так сказать, только на пользу. Он усиливает, скажем так, резервы, в первую очередь, сердцебиение и прочее, и это далеко не хорошо. Вот в этом плане у женщин, вот эта защита, она, так сказать, это их защита. Далее. Охотник, естественно, прекрасно ориентировался в пространстве. Женщина в этом плане в этом не нуждалась. Поэтому ориентация в пространстве это опять-таки присуще исключительно мужскому организму, начиная причем от мальчиков и заканчивая стариками. То есть мужская половина в этом плане подсознательно это все себе вырабатывала с тех самых времен и до сегодняшнего дня. Тоже приведу пример. Пример из своей собственной жизни. Я объясняю своему другу, автомобилисту, как доехать до моего дома. Я говорю, вот едешь по этому проспекту, потом на втором светофоре ты поворачиваешь налево, потом будет первый, второй, третий заезд, там будет знак и так далее. я объясняю, он меня, значит, переспрашивает, жена выхватывает телефон и говорит, дай я сама скажу, дай мне жену. И жене говорит, ты помнишь, мы в прошлом году ходили в магазин, там, ландыш, вот на этом перекрестке и так далее. Да, ты еще там купил кофточку там такую и так далее. Все, она сразу поняла, сейчас я ему скажу, куда надо ехать. То есть, смотрите, женщина ориентируется на какие-то мелкие детали, которые, так сказать, для нее являются ориентирами. Но, если женщина и мужчина попадают вот в такие вот ситуации нестандартные, мужчина начинает сразу логически мыслить и он, так сказать, обладая и восьмидуарным аппаратом, смотрит как минимум, где у нас стороны света, все равно выводит нужную сторону. Женщина в этом плане в силу своей эмоциональности в первую очередь она теряется. Она сразу видит худшее. И в этом отношении, конечно же, вот это вот отличие, оно бесспорно, конечно, отличает мужчин и женщин и современных. По этой причине мы с вами должны опять-таки бросить взгляд назад и вспомнить, откуда это к нам пришло. Дальше. Вот тоже интересные небольшие заметки. Ну, например, если бяч на дороге встречается мужчина и женщина, как правило, любой мужчина, неважно какого возраста, мальчик или дедушка, он обязательно пнет ногой. Отфутболит, как мы говорим, да? Вот. Потому что это ему мешает. Ну, как? У охотника, понятно, все, что впереди него, ему мешало. Он просто этим пренебрегал. Женщина совершенно по-другому. В силу своей осторожности она не будет пинать. Бывает. Я видел такие женщины, иногда отбрасывают мяч. Она чаще всего берет в руки и отдает, если есть кому отдать, или просто в сторону отводит и так далее. То же самое. Психология отношения в данном случае к этому факту тоже выработана издревле. Далее. Вот перед вами замечательная картинка. Как общается друг с другом при встрече мужчины и женщины? Обратите внимание. Мужчина, встретив своего, так сказать, друга, он смотрит ему в глаза, говорит ему конкретные вещи. Все замечательно, хорошо, пока. Женщина, пока она смотрит на свою, так сказать, подругу, в течение этого времени, там буквально пару минут, и она обращает внимание на множество, так сказать, моментов и так далее. Еще один замечательный пример. Встречаем свою одногруппницу, с которой мы вместе в университете учились на протяжении длительного времени, ну, пять лет, понятно. Вот. И, соответственно, не видели ее уже лет, вот, длительное время. Я, слава богу, ее узнал. Это уже хорошо. Вот. Но, однако, через пять минут нашего общения, так, жена мне говорит, ты забратишь внимание, какие у нее сережки? Какие сережки? Слава богу, я ее увидел и узнал. Это уже замечательно. Она же успела увидеть, какие у нее сережки, какие у нее туфли, какое у нее платье и так далее. То есть, в этом плане женщина всегда обращает внимание на детали. И это, опять-таки, не случайно, потому что эти детали не подсознательно она их запоминает. То есть, ей это все было необходимо когда-то. И сейчас этот навык, он не утерян. То же самое, вот, замечательно тоже юмористические вот эти картинки, то же самое, как называют мужчины и женщины, подпорожим те же самые обувь. Для нас это все туфли, для женщины это имеет свое особое значение. Но, с другой стороны, женщина никогда в жизни не сталкивалась там с техническими, так сказать, вещами. Для нее вот это все шурупчики. Для нас же конкретно это какие-то, так сказать, металлические изделия для крепления и так далее. Ну, то есть, в этом плане, так сказать, есть вот эти вот наблюдения. Вот очень интересная вещь. Как различают цвета? Я, честно говоря, например, если бы мне сказали, что это за цвет, так скажем, баклажан, вот, но с баклажаном я еще могу ассоциации привести, как биолог с плодом баклажана, да? Так, а вот, например, индиго. Вот, честно слово, я, ну, долго бы сомневался и не знал, как это назвать. Так вот, у мужчин чаще всего первые, так сказать, 7-8 цветов являются основными. Все остальное – красно-синий, зелено-желтый. Все. Опять-таки, женщине это было нужно. И вот эти нюансы, тонкости в цветовой гамме, это тоже предопределяло, скажем так, ее умение отличать и получать эту многоинформацию от деталей каких-то вещей. Женщины, как правило, не любят ходить с пустыми руками, в отличие от мужчин. Опять-таки, откуда вы это? Понятно? Мужчина-охотник, должен был на охоте, естественно, иметь только оружие свое и так далее. Все, больше ничего. И поэтому, когда нам стучат 10 сумок разных кульков, все мужчины нервничают. Когда можно положить все это в одну сумку и тем самым спокойно идти, вот, махая второй рукой. Нет, в каждой сумочке там лежит что-то одно и так далее. Женщина не любит пустых рук, потому что у нее всегда, это выработалось, опять-таки, издревле, всегда в руках что-то было. Что-то было, потому что всегда кому-то что-то нужно было. Поэтому женщина, если даже у нее в руках ничего нет, например, она идет на свидание, но ей дают или дарят цветок даме, да, при встрече, это для нее, ну, не то, что спасение, подсознательно она успокаивается тем, что ее руки не свободны. Этот цветок, она, так сказать, им занята и так далее. Пожалуйста, мужчина, учтите это, когда пойдете на свидание. Вот тоже интересное наблюдение по поводу запаха. Как воспринимают запахи мужчины и женщины? У женщин, понятное дело, откуда пошло. Почему женщина воспринимает множество разных запахов? Вот тут небольшие наблюдения, как женщина выбирает, например, элементарную шампунь по наблюдениям некоторых, так сказать, исследователей. Она смотрит на многие вещи. Она обращает внимание, естественно, и на бренд, состав, значит, многие другие качества, на которых мужчины просто не обращают внимания. И если тебе жена говорит, иди, купи шампунь, у нас кончился шампунь, он, как правило, идет в магазин и покупает с первой же, так сказать, полки, где написано слово шампунь. Ну, в лучшем случае, посмотрит на головное это, на голову или на тело. Ну, понятное дело, молодые люди, конечно, не такие. Молодые люди сейчас более разборчивые, более, так сказать, в этом плане информированные. Но, тем не менее, вот это осталось. И поэтому, когда мужчина, предположим, в отношениях, так сказать, цветов и запахов и так далее, например, когда мужчина душится перед любым мероприятием, куда он идет, мужчина, вот видите, вот как, он практически себя всего омывает этими косметическими средствами, потому что его органы обоняния уже притупленные. Он не ощущает многих запахов. И поэтому ему нужно много прыснуть на себя, чтобы ощутить хотя бы на себе эти приятные запахи. А для женщины как раз наоборот. Она эти тонкости различает, и поэтому, если даже духи поменялись у ее подруги, она моментально это заметит, потому что обоняние у женщин значительно лучше, и оно сохранилось до сих пор. Ну и говоря о наших, так сказать, предпочтениях, о наших, так сказать, привычках, несомненно, конечно, хотелось бы еще поговорить и по поводу полового отбора, потому что здесь идет очень интересная вещь. Мы, понятное дело, мы, конечно, женимся по любви, понятное дело, мы ждем своего единственного, любимого, любимую и так далее, готовы прожить этим человеком всю жизнь, ну и так далее. Вот эти все качества, действительно, они наши приобретения, это уже приобретение нашего человечества. Вот. В данном случае на эту святую, так сказать, святых, мне, конечно, не хотелось бы даже, так сказать, об этом говорить, но, замечу только одно важное, немаловажное обстоятельство. Значит, отношение к браку и отношение, естественно, к воспроизводству у мужчин и женщины, так сказать, немножко другая задача. Мужчина, изначально, будучи еще оттуда, с тех самых времен, как правило, рассчитывает на то, чтобы оставить после себя потомство в принципе. И даже больше потомства оставить после себя, чем, так сказать, он, даже, так сказать, у нее есть возможности. У женщин, как раз наоборот, она всегда за то, чтобы родилась здоровая, полноценная и от конкретного человека, человек, который тебе будет защитой, надежной опорой и так далее. Поэтому, как бы мы с вами не хорохолились, мужчины, выбор всегда за женщиной. Именно она предопределяет, что ей лучше. И самое главное, что лучше для будущего ее семьи. И вот, когда мы смотрим вот такие вот картинки с полотн наших художников или современные, мы знаем массу примеров, когда-то, мы получаем факт, который обсуждается в сообществе нашем. Кто-то там женился или замуж вышел, ну, зачем там и прочее. Понятное дело, мы смотрим чисто внешне, но тут женщина главную роль выполняет. Она знает, как лучше для ее будущей семьи и так далее. Ну, и в этом плане, конечно, наши последние, так сказать, вот наблюдения и так далее говорят о чем. Основной канал восприятия у мужчин это зрение. Опять-таки, истоки оттуда. У женщин, как правило, слух. Опять-таки, мы помним, с чем это связано. Поэтому по этой причине мужчины и женщины свою стратегию поведения изменили, исходя из этих полученных нами, так сказать, характеристик. Поэтому, если женщина хочет, скажем так, выглядеть лучше, привлечь к себе внимание мужчины, поскольку мужчина основной канал зрения, она делает все, чтобы привлечь к себе внимание. Поэтому она и боевой окрас, наряды, и все такое, именно работает на зрительной анализаторе. У женщин, поскольку работают в первую очередь уши, она всегда хочет слышать что-то хорошее. И вот в этом плане у мужчин есть, естественно, одно небольшое качество, хотим мы или не хотим. Мы, конечно, много комплиментов говорим женщинам, но иногда можем чуть-чуть и приврать. Чуть-чуть приукрасить, может быть, где-то и так далее. Так что не обижайтесь на нас, мы в этом плане не со зла это делаем. Ну и в целом, конечно, вот напоследок хочу вам сказать какие-то отличия, которые нам хорошо известны, морфологические отличия, о которых мы уже говорили. Ну и, соответственно, вот такой небольшой шаршик, скажем так, коллажик, вернее, о том, что, так сказать, какие мы разные и так далее. Мне особенно нравится вот эта вот крайняя вот эта вот картиночка, где вы видите, там в пустыне женщина утомленная жажда, и там, скажем так, ползет, и там два указателя. Один указатель показывает, что там в 10 километрах находится шопинг, где 50 процентов, если не ошибаюсь, скидка на какие-то, так сказать, товары, а вправо 10 метров источник воды. Женщина делает выбор, смотрите, в какую сторону. Это действительно, ну, примерно так и соответствует истина. Что такое женская косметичка? О, это, ребята, это целая песня. То, что находится в косметичке, это могут понять только они. Для мужчин это, как правило, куча вещей с нашей точки зрения совершенно бесполезных. Однако, если у меня болит голова, а у меня таблетки под собой нет, у меня нет, женщина лезет, жена в свою косметичку и оттуда достает заветную таблеточку. Вот видите, женщина должна быть всегда предусмотрительна на все случаи жизни. Когда у нее дети, муж, даже когда она одна и так далее. Вот мы мужчины, понятное дело, мы тоже разные, понятное дело, не всегда нам хочется быть таким, какая требует от нас женская половина, но тем не менее, мы в любом случае всегда, так сказать, рядом с вами. Ну и, конечно, по самой последней, что нравится мужчинам и женщинам, замечательные картинки, особенно вот центральная картинка, да, вот, ну это, как говорится, сказка. Ну, в лучшем случае, если, так сказать, серьезно, мы готовы всегда носить вас на руках, говорить вам комплименты, ну и, понятное дело, еще, чтобы и теща была чуть-чуть подальше. Ну и, что нравится нам? Я не обращаю ваше внимание на верхнюю левую картинку, это вне всяких сомнений, я обращаю ваше внимание на правую верхнюю картинку, когда мы, женщины, сидим рядом за рулем. Я надеюсь, вот это, так сказать, ситуация, которая очень хорошо знакома многим представителям мужской половины человечества. Ну, тем не менее, каким бы мы с вами разные ни были, мы с вами люди одной планеты, и, несомненно, конечно же, мы нуждаемся и друг без друга прожить не можем. Давайте жить дружно и будем счастливы. Благодарю вас за внимание, дорогие наши слушатели. Всем хорошего дня. Спасибо.